Путин решил, что Россия держава номер один. Где те времена, когда Порошенко считал, что США помогут ему одолеть Путина? Где те времена, когда Меркель, которую сегодня все больше критикуют, и совершенно ничего не значащий Оланд, изображали ключевые фигуры Европейского Союза и сыпали упреками в адрес России, сделав их частью так называемого нормандского формата? Хотя перед Россией, согласно минским договоренностям, которые были впоследствии утверждены в качестве резолюции Совбеза, не было поставлено ни одной задачи. Многие упрекают меня в том, что я восхищаюсь Путиным. И я признаю это. Я действительно считаю его абсолютно мировым политическим номером один, потому что в мире у него нет конкурентов. Уходящий Обама оставляет США в состоянии психологического разлада. Меркель привела в Европу сотни тысяч мигрантов, развалила Грецию и южные страны ЕС, вызывает негативные эмоции из-за своей поддержки немецкого ислама. А теперь ей остается только подождать, когда рухнет Йочи Банк, и тогда избиратели все ей припомнят. У Путина же 80% популярность, а поддерживаемые Западом либералы потерпели на выборах полное поражение. Число российских союзников в Евро-Азиатской области растет, а в Сирии, о которой речь пойдет ниже, Путин бесспорный хозяин. Путин знает, когда нужно молчать, знает, когда нужно быть терпеливым, знает, когда еще нужно встречаться с Меркель и Оландом, а также понимает, и это он продемонстрировал на встрече G20, что теперь они для него потеряли значимость как партнеры. Ведь Запад спровоцировал гражданскую войну на Украине, поддержав вопреки демократическим принципам, к счастью, последнее свержение главы государства Януковича. И Запад не озаботился тем, что пробандеровская или полуфашистская прозападно-украинская политическая элита хотела стать частью Запада, тогда как Восток Украины мыслил себя прорусским, и это привело к гражданской войне. Также Запад не признал и Крым, хотя крымский референдум был в сто раз демократичнее Косовского. Восток Украины От которой потерпел поражение предшественник Ангелы Меркель, канцлер Адольф Гитлер, а также в другом смысле предшественник французского президента Оланда Наполеон, и которую во время Второй мировой войны считал своими самыми важными союзниками. Вероятно, величайший американский президент с глобальным кругозором Рузвельт. Ситуация меняется практически ежедневно и ежечасно. Путин ни в коем случае не допустит, чтобы исламские террористы, как бы они ни назывались, победили в битве за Алеппо. Однажды я уже писала это и повторю. Стандартный метод Запада, как проявление современного колониализма, заключается в устранении глав государств, которые нас по самым разным причинам не устраивают. Поэтому нападение был обречен хоть и диктаторский, но светский лидер Ирака Хусейн. Так что сегодня мы видим Ирак в руинах. Был предрешен и крах светского Каддафи. Алифия полностью развалилась. Разумеется, уйти должен был Янукович, потому что перед камерами он отказался подписать договор об ассоциации с ЕС. И это, учитывая нынешнюю негативную позицию Голландии по этому вопросу, вызывает отчаяние. Пришло время для последнего штурма. Поэтому Путин крайне жестко начал повторять, что о падении режима Ассада не может быть и речи, поскольку это привело бы, как мы ясно видим в Ираке и Ливии, к полному кровавому разложению страны. Путин перестал интересоваться тем, что говорит Обама, потому что все это время тот поддерживал террористов. Ведь его главной целью было устранить не исламистов, а Ассада. И еще до того, как администрация Обамы сделала как будто жесткое заявление о том, что прерывает дипломатические переговоры по Сирии, Путин вытащил абсолютный козырь. Замораживание договоренностей относительно утилизации Плутония с США связано со следующим ультиматумом. Для восстановления сотрудничества Россия требует от США разоружить прибалтийские страны. В частности, речь идет о выведении американских войск с территории стран-членов НАТО, которые вступили в альянс после 1 сентября 2000 года. Это государства Прибалтики, Литва, Латвия, Эстония, а также Албания, Болгария, Хорватия, Словения, Словакия и Румыния. Россия также хочет, чтобы в Польше не было сил НАТО. Кроме того, США должны отказаться от враждебной политики в отношении России. В частности, Вашингтон должен отменить все санкции против россиян и российских компаний, а также должен компенсировать российские потери, понесенные из-за санкций, включая ущерб, который был нанесен России после введения эмбарго на западные продукты питания, ставшего ответной мерой на западные санкции. И еще Кремль требует, чтобы Соединенные Штаты отменили некоторые законы, принятые в 2014 году. Закон о поддержке свободной Украины и так называемый закон Магнитского. Идеальный ультиматум. Разумеется, никто не ожидает, что Запад тут же выполнит эти условия, но уже тот факт, что Путин их выдвинул с такой резкостью, означает, он уверен, что может, а что нет. Там, где разворачивается современное геополитическое столкновение, то есть в Сирии, хозяин положения он, а остальные, пусть и стиснув зубы, вынуждены с этим считаться. Путин осознает, что текущий период меняет все, вплоть до самых основ геополитического устройства, сформированных в 1990 году. Я уверен, что Путин хочет сотрудничать с Европой и очень тесно, но в то же время требует порядочности. Он знает, что без России не было бы ни поражения, ни Венского конгресса, ни разгрома Гитлера, ни, наконец, замечания для его коллеги Меркель объединения Германии. Путин знает все ходы противника наперед и видит перед собой слабые фигуры отживающего Запада, где популярность политиков, в отличие от популярности президента РФ среди собственного населения, сокращается, где ЕС и США уже живут только в виртуальной реальности, считая, что еще что-то могут. Они не могут уже ничего. Все заканчивается так, как нужно. Автор Ержи выводил. От себя добавлю, что немножко перевод подвел и некоторые опечатки.